Здравствуйте! Это прямой эфир для абитуриентов. Сегодня мы поговорим об едином государственном экзамене по обществу знанию. Обо всех особенностях этого экзамена расскажет доцент кафедры исторического и обществоведческого образования Института международных отношений, постоянный член жюри регионального этапа всероссийских олимпиад, разработчик заданий по обществу знанию для межрегионального олимпиады Тухватуллин Айрат Халитович. Напоминаю, что мы ждем ваши вопросы в инстаграм-аккаунте КФУ. Здравствуйте, Айрат Халитович! Добрый день! Я бы хотела вам задать вопрос, какие изменения произошли в ЕГЭ по обществу знанию в этом году? В этом году достаточно грандиозные изменения. Должен сказать, что это даже в какой-то степени польза абитуриентов. Так, например, в этом году убрали такое важное задание, которое было всегда очень важным, приносило достаточно большое количество баллов, 6 баллов первичных. Это сочинение по обществу знанию, которое делилось на 5 модулей, и из этих 5 модулей абитуриент должен был выбрать один и написать сочинение. Сейчас такого задания нет. Но с другой стороны, нужно сказать, что количество первичных баллов уменьшилось, теперь их 57 всего, и, следовательно, цена каждого балла, каждой ошибки в среднем начала возрастать. Ну, могу сказать немного слов по структуре ЕГЭ общества знаний на этот год, можете это видеть на презентации. Всего там сейчас 25 заданий. Из них первой части относятся 16 заданий, которые будет проверять искусственный интеллект. Вторая часть 9 заданий, из которых уровень сложности, базовый уровень 13 заданий, повышенный уровень сложности 8, высокий уровень сложности 4 заданий. Мы их сегодня все посмотрим, примерно все разберем. И максимальный первичный балл дается 57, и, соответственно, там уже новая шкала перевода оценок на итоговые баллы. Итоговые баллы, напоминаю, они по 100 балльно идут. И, наконец, время выполнения работы, обращаю ваше внимание, не 3 часа 55 минут, как это было раньше в связи с написанием сочинения, а только 3 часа ровно. А не подскажете, почему именно решили убрать сочинение? Ну, решили убрать. Скорее всего, это связано с тем, что в 9 классе они ОГЭ не сдавали. И, вероятно, вот решили, что немножечко надо упростить, потому что у них еще нет опыта сдачи. И для того, чтобы не допустить резкого снижения уровня знаний, скорее всего. Думаю, может, на следующий год и может даже восстановить. Но это такого рода небольшой эксперимент в этом году. И должен сказать, что подобная же ситуация и по истории. Какие области знаний затрагивают ЕГЭ по обществу знаний? ЕГЭ по обществу знаний фактически затрагивает 5 крупных областей знаний. В первую очередь, это, собственно, человек и общество, духовная культура, духовная сфера. Если посмотреть по кодификатору, то там задания у нас начинают фактически затрагивать проблемы антропологии. И завершая проблемами глобального мира современной, глобальный проблем современности. Туда входят философия, культурология, религиоведение, этика, эстетика, ну и ряд других достаточно сложных проблем, которые затрагиваются в учебниках по обществу знаний. Вторая модуль, это у нас связано с изучением экономики. Тоже рассматриваются различные аспекты экономики, микро- и макроэкономика. Третий модуль, это социальная сфера, собственно, социальная сфера, затрагивающая социальные группы, формы взаимодействия социальных групп. И даже проблемы социализации тоже здесь затрагиваются. Следующий модуль, четвертый модуль, это фактически курс политологии. Очень много ошибок, к сожалению, именно в этом модуле допускается, особенно когда касается проблем избирательной системы, либо форм государства. Ну и, наконец, последний, пятый модуль, это право, которое затрагивает всю совокупность российского права, всех основных отраслей российского права. Также начиная с конституционным правом, завершая экологическим правом. Сколько конкретно можно набрать баллов за каждую часть по ЕГЭД? Ну, если очень сильно постараться, можно набрать максимальный первичный балл, 57. А сколько всего в каждой части? В каждой части, вот мы сейчас с вами будем как раз это обсуждать по каждому заданию, потому что каждая часть, она все-таки установлена в кодификаторе, спецификации, демоверсии, там все это расписано. Мы сейчас с вами это все как раз и рассмотрим. Как правильно давать развернутые ответы на задания, и какие ответы точно не засчитываются? Это мы тоже с вами сейчас разберем. То есть это мы сейчас все будем разбирать? Да, это все уже включено в презентацию, и чтобы вперед не уходить, надо все-таки по порядку идти. Ну, тогда мы даем вам слово, чтобы объясняли нам задание. Тут, в частности, просят ответ на 25-е задание. Ну, до 25-го задания, конечно же, доберемся, это мы там рассмотрим на примерах. Ну, давайте начнем. Итак, вот первые задания, обратите внимание, там ниже приведен ряд терминов, и все они за исключением двух, это стандартные задания, за исключением двух, относятся к понятию гражданское общество. Причем задание здесь может быть абсолютно разных, вот как раз этих модулей. И первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый модуль. Тут угадать, какой именно модуль будет, допустим, невозможно. Допустим, здесь понятие гражданского общества, может быть понятие глобальной проблемы современности, может быть понятие налоги, может быть понятие этнической общности, может быть понятие, связанное с формой государственного правления. Ну, в данном случае, конечно, найдите два термина, выпадающих из общего ряда. Вот обратите внимание, если вы указываете два термина, вам за это поставят один балл. Но если вы укажете один, допустим, термин неправильным, естественно, этот балл вы не получите. То есть здесь немножко усложнение есть. И, соответственно, это задание относится к базовому уровню, и целью является проверка сформированности знаний об обществе в целом, и взаимодействия его основных сфер и институтов. Напоминаю, основные сферы – это у нас экономика, социология, политика и духовная сфера. Соответственно, вы должны потратить на решение этого вопроса приблизительно 2-3 минуты. Второе задание. Здесь уже нужно… сюда уже включаются вопросы, связанные с проблемой человека и общества, включая вот как раз познание и духовную культуру. Вот это задание, где вам нужно указать 2 или 3 верных ответа, вам уже принесет 2 балла. 2 балла. И обратите внимание на уровень сложности. Здесь уже повышенный уровень сложности. И, соответственно, правильные ответы тут нужно выбрать из 5. Правильные ответы могут быть 2, 3, ну, 4. Редко бывает, но тоже нужно смотреть, опять же, по контексту вопроса. Ну, в данном случае, например, правильным ответом является 1, согласно которому формационный подход к изучению общества был наиболее полно сформулирован Марксом и Энгельсом. Обратите внимание, это задание у нас из реальных ДГ. Если вы, допустим, как-то прошли мимо и остановились только на традиционной для нынешнего общества знания проблеме, там, традиционного общества, индустриального общества, постиндустриального общества и проигнорировали, допустим, формационные или цивилизационные подходы к изучению общества, вы здесь можете потерять баллы. Поэтому на все основные проблемы, согласно кодификатору, обращайте внимание. Это вот мой настоятельный совет. Соответственно, правильный ответ здесь еще третий. Формационный подход описывает развитие общества как движение от более низкой к более высокой ступени. Ну, по сути, вот и традиционная система, которая сейчас технологическая или техницистская, как я его называю, система индустриального и постиндустриального, в принципе, здесь тоже совпал бы. Ну и, наконец, формационный подход предполагает всеобщий характер законов общественного развития. То есть для этого вы должны знать принципы. Перейдем к третьему вопросу. Третий вопрос уже идет на сопоставление. Обратите внимание, установите соотношение между методами и уровнями научного познания каждой позиции. Сначала идут методы, затем идут уровни научного познания. Здесь также может быть вопрос, связанный с культурой, например, массовой культуре, что относится, элитарной культуре, что относится. Традиционной народной культуре, что относится. Здесь могут быть вопросы, связанные с прогрессом, регрессом. То есть третье задание – это все, что связано именно с духовной культурой. Вот с первым модулем. Соответственно, тут тоже два балла, и здесь уже уровень вопросов базовый. Здесь вы потратите, опять же, 2-3 минуты. Тут достаточно относительно легкое задание. И вообще могу сказать, на что обращать внимание при написании. Всегда советую, начните с того, в чем разбираетесь на 100%, даже на 105%. Сначала проходите эти задания, и потом уже возвращайтесь к этим более сложным или средним заданиям. То есть сначала получите определенную психологическую уверенность, когда пишете ЕГЭ или Олимпиаду. Следующее задание, вот обратите внимание, в стране Z развито сельское хозяйство, промышленность и финансовая сфера. То есть это задание уже дается, опять же, по проблемам человека и общества. Здесь уже нужно как раз задание, оно связано, опять же, с классификацией постиндустриального общества, индустриального или традиционного общества. Ну вот это конкретное задание. Конечно же, они могут быть различные, опять же, повторюсь. Это может быть по науке, это может быть связано с познанием, это может быть связано с деятельностью, это может быть связано с проблемами истины. То есть все, что угодно, относится вот как раз к проблеме познания духовной культуры. И обратите внимание, задание четвертое – это повышенные сложности. Поэтому вот эти моменты тоже для себя отметьте. Где базовые, где повышенные, это очень важно именно для стратегии подготовки и стратегии для того, чтобы вы правильно высчитали время для того, чтобы получить максимальное количество баллов. Это очень важный момент. Пятое задание уже идет по проблемам экономики. По проблемам экономики здесь уже экономика как наука. Дело в том, что, опять же, говоря про проблемы экономики, должен сказать, что там существует два подхода – экономика как наука и экономика как хозяйство. Здесь, кстати, в задании встречается и то, и другое. Ваша задача – найти правильный ответ. И обратите внимание, пятое задание тоже относится к разряду повышенных. Здесь то, а также дается два балла. Но в данном конкретном задании, насколько я понимаю, насколько вижу, два правильных ответа – один и четыре. Если по ошибке, допустим, дадите три, а два из них правильно, один неправильно, лишний, то получите один балл. Если, допустим, даете два и одна ошибка, тоже получите один балл. Но если оба неправильные, то, еще раз повторяю, цена ошибки сейчас в этом году возрастает. От двух до пяти минут обычно рекомендуется на это задание. Итак, следующая, опять же, базовая система. Обратите внимание, все задания, которые направлены прежде всего на сопоставление, они относятся к базовым. Шестое задание также относится к экономике и связано с проблемами налогов. Кстати, вот эта тема, виды налогов и сборов Российской Федерации, достаточно часто встречающиеся и достаточно неудачно отвечают обычно. Поэтому повторите здесь уже как отчинаш, как говорится, или как таблицу умножения. Напоминаю, всего 14 видов налогов, из которых 8 федеральных, 3 региональных, 3 местных. Их перечень содержится во всех справочниках. Сейчас уж, конечно, здесь из-за нехватки времени не буду эту тему вам разъяснять. То есть самостоятельно находим и буквально прикрепляем к стене и запоминаем. Есть иногда такие темы, которые надо знать точно. Если хотя бы одна ошибочка, то, естественно, здесь уже у вас могут быть тоже проблемы. И обратите внимание, при этом это задание относится к базовым, хотя на самом деле он сложный, конечно. Я бы посчитал вот это задание, как раз с налогами связанное. И два балла. Но здесь могут быть другие вопросы по экономике. Например, с инфляцией, например, с безработицей, например, с мировыми валютами, например, с кризисами и так далее и тому подобное. Все что угодно. Для этого, естественно, вам надо постоянно решать, решать, решать. Используя даже старые, можно, справочники. Не справочники, конечно, а решебники. Потому что они пока сохраняются приблизительно одного и того же типа. Ну и, конечно, лучше найти и современные, последние издания. Так, седьмое задание, это тоже у нас экономика. И обратите внимание, это повышенный уровень, то есть тоже приносит два балла. И тут конкретный, практический вопрос. На данном случае идет по окончании колледжа студент планирует открыть индивидуальные предприятия. И какие там у него есть возможные проблемы, какие трудности. Это уже действительно повышенные сложности. И здесь уже три правильных ответа можно найти. Это высокий риск вложения капитала, это ограниченный средств на рекламу, ограниченный средств для привлечения профессионалов. Потому что он индивидуальный предприниматель, он с кем-то не хочет делиться. Вот в чем проблема, опять же. То есть подобные, не обязательно именно такого рода задания. Но могут быть задания, связанные, опять же, с бюджетом, например. Например, торговли, таможенными пошлинами, все, что связано с экономикой. Также смотрим подробно, какие именно темы по кодификатору. Там все, в принципе, расписано. Переходим к восьмому заданию. Обратим внимание, это уже третий модуль у нас. Социальная сфера. И оценивается в два балла. И является базовой. Выберите в данном случае верные суждения об этнической общности. И запишите цифры, под которыми они в данном случае указаны. В данном задании, обратите внимание, древнейшей формой этнической общности является народность. На самом деле не народность, а род. Могут вот так вот поменять. Род, народность, нация, племя и так далее и тому подобное. Но в данном задании правильным ответом является третий, четвертый, пятый. Это вот базовые. На базовые тратим буквально 2-3 минуты. Это те знания, которые от вас должны отскакивать. Вы тут должны показывать свои умения и навыки. Как вовремя, вовремя ориентироваться, вовремя находить необходимую информацию и его использовать. Итак, девятое задание, оно считается одними из самых простых. Это работа с таблицей. Тут какие могут быть сложности. Кстати, обратите внимание, тоже базовые. И оценивается всего один балл, потому что это действительно самое простое задание. Тут единственными могут быть формулировки вопросов. Получится те или иные, например, изменения. Не 50% юношей в данном случае или девушек, а половина. Или четверть, или десятая часть, или треть приблизительно. Приблизительно треть это 30-33%. Здесь нужно быть очень внимательным. То есть это фактически девятое задание больше на ваше внимание. Тут даже не на знание, а именно прежде всего на внимание и на умение, и на навыки. Как вы умеете работать с теми или иными таблицами. То есть это тоже требует определенной сноровки и тренировки. Следующий тип, это уже обратите внимание, начинается четвертый модуль. Политология и повышенной сложности. В данном случае нужно выбрать суждение о функциях гражданского общества и записать соответствующими цифрами. Здесь, опять же, обратите внимание, здесь могут быть, спрашиваются проблемы связанные с избирательным правом, связанные с партийной системой, связанные, допустим, с какими-нибудь политическими конфликтами, связанные, опять же, формой государства. Это может быть форма правления, политический режим, форма государств территориального устройства и так далее и тому подобное. Поэтому в данном случае, как правило, сюда именно к десятому заданию уходят относительно сложные задания по политологии. Одиннадцатое задание тоже. Одиннадцатое задание, оно связано уже, обратите внимание, с работой, со знанием, с умением анализировать, к какому типу, допустим, государство относится к той или иной территории, согласно Конституции, обратите внимание. Конституция страны провозглашает ее правовым государством, какие перечисленные ниже черты политической системы страны позволяют говорить о реализации этого положения Конституции. И опять же, шесть, обратите внимание, здесь вопросов, из которых правильны могут быть только два или три, или четыре. Вот, например, в политической системе обеспечена самостоятельность трех ведвей власти. Или в стране функционирует независимая эффективная судебная система. В стране не применяется смертная казнь, это не означает, что у вас там обязанise правовое государство. Смертная казнь может не применяться и в авторитарных государствах, или наоборот, в демократических государствах может применяться смертная казнь. Ну, яркий пример Соединенные Штаты. Мы же не можем говорить, что Соединенные Штаты не демократические. Они демократические по сути, по этому самому принципу. Правовое государство, по сути. Так что обратите внимание, вот здесь тоже повышенный уровень по политологии идет. И два балла, соответственно. Двенадцатое задание. Тут вопрос идет по Конституции. И обратите внимание, что из перечисленного относится к исключительному ведению Российской Федерации. Двенадцатое задание именно по Конституции, это относится уже к правовой системе. Вопрос считается легким, базовым и дает всего один балл. И поэтому здесь тоже надо быть очень осторожным. Например, в данном случае это установление правовых основ единого рынка, судоустройство и прокуратура и федеральный бюджет. Все остальное это может быть региональным. Например, обратите внимание на четвертый ответ. Народы, которые традиционный образ жизни. Например, это в Рязанской области вряд ли это применяется, а вот в Ханты-Мансийском автономном округе это уже применяется. Это уже относится к базовой системе. Один балл, две, три минуты. Еще раз повторюсь. Тринадцатый опять же базовый. Здесь опять же сопоставление. Оно считается легким заданием. Но обратите внимание, здесь уже нужно соотнести полномочия и субъектов государственной власти Российской Федерации. Президент, Совет Федерации, правительство, это может быть Верховный суд, Конституционный суд еще могут добавить, могут добавить в Государственную думу. И соответствующие полномочия, они уже идут с Конституции. И тут опять же та же самая система подготовки как с налогами. И точно так же выписываем, вырезаем или как-то иным образом запоминаем вот эти основные полномочия, кому что подходит. Сейчас уж естественно, из-за времени это все разбирать не будем. Это очень много, это целая тема. И в курсах при подготовке Хазанского федерального университета вот на эту тему мы потратили буквально два-три даже занятия. Но это того стоит. Вот эти два лишних балла, они того стоят. Они кажутся базовыми, легкими, но на самом деле это вот сложный, конечно, вопрос. Идем дальше. 14 задание. Выберите верное суждение о праве в системе социальных норм и запишите цифры опять же. Обратите внимание тоже, повышенный уровень сложности, повышенный уровень. И, например, сфера действия права шире, чем норм морали. Это неверный ответ, потому что мораль все-таки она шире. Чем действия норм права. Только нормы права исходят от государства и являются официальным выражением его воли. Вот этот вопрос, ответ уже верный к вопросу. То есть здесь, опять же, на внимание кажется повышенной сложностью, но на самом деле это даже полегче, чем те, которые мы с вами рассматривали. 12-13. 15 задание. Обратим внимание. Опять сопоставление. Опять считается базовым. Опять как бы легкий. Опять приносит всего два балла. И здесь уже, опять же, относится к проблемам права. В данном случае примеры тех или иных видов юридической ответственности и мер юридической ответственности. И тут нужно, соответственно, соотнести. Это, как правило, административное, это гражданское, это дисциплинарное, может быть, уголовное и так далее. Вот эти вот основные моменты мы тут должны посмотреть. Эта тема посвящена юридической ответственности. Опять же, кажется легким, опять же, кажется базовым, но на самом деле, опять же, это достаточно сложное. Ну, достаточно многие на этом, на такого рода заданиях делают ошибки. Поэтому еще одно пожелание, будьте очень внимательны. Еще одно пожелание, будьте очень внимательны, когда переносится с черновика на белого вика. Иногда бывает так, что человек почему-то ошибается и вместо десятого вопроса, или, допустим, ответы на десятый вопрос, пишет дважды, и, соответственно, правильные ответы уже становятся неправильными. Вот эти моменты тоже психологического характера обратить внимание. Ну и, наконец, из первой части, 16-й, здесь речь уже идет, опять же, повышенный достаточно вопрос. Здесь, соответственно, с законом Иван работает санитаром районной больницы. Какая дополнительная информация действует о том, что он работает там, проходя альтернативную гражданскую службу? Это вопрос, да, посвященный проблемам военной службы. Этот вопрос может быть, опять же, связан с правоохранительными органами. Этот вопрос может быть связан с семейным, жилищным, гражданским, то есть любой отраслью права. Любой отраслью права. И, соответственно, в данном случае нужно знать точно. Вот подготовка права тут очень должна быть тщательной. Тут никаких разночтений быть не может. И вообще в первой части никаких разночтений нет. Как правило, вопросы, они всегда четкие, ответы тоже всегда четкие. Вот основные моменты тут такие, по первой, 16-й части. Теперь переходим уже к более сложному этапу. Вот, обращая внимание, прочитайте текст и выполните задание 17-е и 20-е. Ну, конечно, сейчас текст долго читать, вчитываться не будем. Текст я взял из демонстрационной версии ГГ. То есть это можете найти, потом посмотреть. Поэтому сейчас текст прямо перечитывать, анализировать не будем. Это еще связано с нехваткой, соответственно, времени у нас, ограниченностью времени. Поэтому вот обратите внимание. Вот текст. Его внимательно читаем. И главная проблема, вот на текст, почему надо обратить большое внимание, он приносит достаточно хорошее количество баллов. Когда мы писали сочинение, я всегда говорил, текст приносит 10 баллов первичных. Сочинение приносит всего лишь 6. Поэтому смотрите, где проще набрать, сочинение или в тексте. Сейчас сочинения нет, естественно, текст становится очень важным. Если это приносит нам 10 баллов, сейчас посмотрим точнее, сколько баллов, то можете посчитать, что это фактически шестая часть всех ваших первичных баллов. Шестая. Это очень большой процент. Очень важно здесь не ошибиться. Итак, смотрим. Семнадцатое задание. Как в тексте охарактеризовано положение государства как субъекта общественной жизни? И вы пишите соответствующее предложение из текста. То есть здесь работаем только с текстом. Тут ничего придумывать не надо. Как правило, когда работаем с текстом, многие абитуриенты, как правило, просто подчеркивают. Вот мой вам совет все-таки не подчеркивать, а выписывать. Этот навык у вас должен сформироваться до автоматизма. Потому что когда вы будете опять же писать, допустим, условно говоря, вы опять же автоматически начнете это подчеркивать, ну а потом, соответственно, это же надо переписывать. То есть это у вас должно дойти уже до автоматизма, поэтому это должна быть серьезная проблема. И обратительно, нужно ответить на вопросы. Там три вопроса. И, соответственно, ответы на вопросы все идут именно отсюда. Лишнего писать там не надо. Надо на конкретный вопрос, на конкретный ответ. Автор пишет так-то, так-то, так-то. По мнению автора так-то, так-то, так-то. Автору позволяют, например, что позволяет? Автору рассматривать право как продукт государственной деятельности. Автору позволяет рассматривать право как продукт то-то, 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 то-то. Все, ничего тут лишнего не надо в 17-м задании. И обратите внимание, там тоже требование для проверяющих какое. Так вот, это одно базовое, это легкое задание, соответственно, оно дает 2 балла, и вы должны, по идее, потратить буквально 5-6 минут. И, соответственно, тренируйте те или иные навыки, умения, не подряд, допустим, с 1 по 25, а вот конкретно, вот сегодня 17 задание потренировали, 2-3 часа, завтра 18 задание, 19 и так далее. То есть, можно, ну, это уже зависит от того, что у вас лучше получается. Идем в 18 задание, вот обратим внимание, автор пишет об отношениях между правом и государством, используя обществоведческие знания, объяснить смысл понятия государство. Ну, государство это у нас политическая форма организации общества и так далее и тому подобное. То есть, я все же не буду, вот, в объяснении смысла определения понятия должно быть указано не менее двух существенных признаков. Ну, значит, государство это политическая форма организации общества, обладающая аппаратом управления, которому подчиняется все население страны. Здесь я привел уже три существенных признака. Три. Это организация, наличие аппарата и наличие населения и даже четвертой территории. Вот за это вы уже спокойно получите. Это бывшие 25 задания. Просто это дело в том, что вот два задания друг друга дублировали, поэтому оставили вот одно, 18. И объяснение определения может быть дано в одном или нескольких распространенных предложениях. Вот написали вот это определение государство и потом еще там можете что-нибудь там добавить. Но нужно избежать, что государство это страна, в которой живут люди. Это вам не зачитут. Потому что государство страна это синонимы. Или государство это страна, конечно, слово страну вы можете поставить где-нибудь там ближе к концу предложения. Или, например, такой же термин может быть общество, это может быть цивилизация, это может быть наука, это может быть культура. Да все что угодно. Это все связано опять же с текстом. Если совсем сильно растерялись, смотрим еще раз тексты. Может быть там найдете подсказку, потому что 18 задание, оно сейчас связано именно с конкретным текстом. Ну и остальные там пожелательно, что не засчитывается, там презентация у вас должна быть видна. Продолжим. 19. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами действия, регулируемые тремя различными отраслями российского права. То есть сначала приводим пример. Ну допустим, водителя такого-то оштрафовали за превышение скорости. Обратите внимание, каждый пример должен быть сформулирован развернутым. Да, вот это вот не просто оштрафовали кого-то. Ну гражданин, наверное, оштрафовали. Нужно объяснить водителя за превышение скорости, за то, что красный свет прошел, или еще что-нибудь. Развернуто приводим пример. И потом уже даем какую-то отрасль права, если подобная система. Конечно, еще раз повторяю, тут может быть что угодно. Любой модуль может тут получиться. Вот первый пример. Второй пример. Сантехника Афоню уволили за постоянное нарушение трудовой дисциплины, которое выражалось в том, что он брал взятки у жителей и приходил пьяным на работу. Ну это сюжет из известного фильма, если я сейчас привожу. Какое-то право, правильно, это трудовое же право. Или там кого-то там привели к ответственности за то, что он хулиганил, разбил окно, попытался отнять деньги у продавщицы. Какое-то, соответственно, естественно, это уголовное. То есть здесь нужно, опять же, точно приводить пример. Пример он всегда конкретный. И, соответственно, к примеру, соответствующая отрасль права, или политики, или социологии, экономики, и духовной культуры должны совпадать. Если с вас требуют, приведите пример, допустим, разных видов культуры, традиционной, например, элитарной или массовой, это должно быть конкретный пример. Например, массовая культура, фильм «Морозка», где там рассказывается о том-то, о том-то, о том-то. Это массовая культура. Опера мусоргского «Снегурочка», в котором, допустим, партию такую-то выполнял тот-то, 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 это уже у нас элитарная культура. Или сказка, допустим, тоже «Морозка», русская народная сказка, где там Дед Мороз очень страшный, тяжелый, злой, это уже у нас элитарная. То есть вот так вот нужно обещать на подобное родное задание. Тут все конкретно. Следующее. Используя обществоведческие знания, сформулируйте три суждения о роли права в жизни государства. То есть, опять же, возвращаясь к праву. И обратите внимание, что опять требуется. Извините, я забыл сказать, где сколько баллов, да? Это я проскочил. Так, значит, два балла за семнадцатые, восемнадцатые еще два балла. Да, те самые десять баллов, о которых я вам говорил. И обратите внимание здесь на использование информации из текста и конкретных обществоведческих знаний. Опять же, тут нужно смотреть, работаем с текстом параллельно и даем определенные свои знания тут же. Три суждения о роли права в жизни государства. Они могут находиться и в тексте, и, соответственно, в данном случае вы показываете свое умение анализировать и показывать информацию. И обратите внимание, задание находится уровень высокой сложности. Высокой сложности. Здесь, соответственно, нужно быть очень внимательным. Каждое суждение должно быть сформулировано как распространенное предложение. Не три-четыре, а уже достаточно, ну, даже с деприсчастными или присчастными оборотами. Вот высокий уровень, три балла. Еще раз напоминаю, нужно разбирать вот каждый отдельный текст по каждому отдельному заданию. Не все подряд четыре, а именно вот каждому отдельному заданию. Так вы лучше получите свои навыки и умения при решении данных проблем и задач. Двадцать первое задание, обратите внимание, это по экономике. Это работа с графиками. Их графики могут быть абсолютно разными. Где тут? Они, кстати, очень стандартные. Вот двадцать первое задание мы заметили. Вот, например, как изменилась равновесная цена. На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке стиральных машин страны Z. То есть кривая предложения переместилась на положение Z1, на S1. И, соответственно, нужно знать, что получилось, почему так получилось. Это предложение. Это может быть спрос, это может быть предложение. Но всегда вас будут спрашивать, как изменилась равновесная цена. Указать, какие факторы могли повлиять на это. И, соответственно, как изменится спрос и равновесная цена или предложение равновесной цены на данном рынке, если вырастут там доходы населения в данном случае. Но вопрос считается легким, базовым, но при этом приносит 3 балла, потому что здесь в данном случае нужно верно ответить на 3 балла. Как мы эту проблему решаем? Решаем очень просто. Просто берем задание 21 по решебникам или различные сайты. И, соответственно, прорешиваем. И это тоже доводим до автоматизма. Как показ практика, достаточно прорешать 10-12 таких заданий для того, чтобы получить уже свои 3 балла. Это тоже очень важно. Опять же, учтите вместе с текстом, это уже 13 баллов. Итак, 22 задание, 22 задание читается базовый, но при этом приносит 4 балла. И опять же, здесь задание может коснуться всех любых модулей, любых 5 модулей. Вот, например, по итогам конкурса на замещение должности, но сами прочтите, потому что это тут достаточно долгая задачка, тут приводятся 4 разные вопросы. 4 разные вопросы. Правомерные ли претензии Анны Иоанновны в данном случае? Ее уволили, ей 50 лет было, и с ней отказали принять на работу. Да, правомерная, она имеет право защищать собственные права. Дайте обоснованный ответ здесь. Нужно конкретно, четко, обоснованно объяснить, почему она права. Потому что по возрастному признаку или по половому признаку человека не имеют права не принимать на работу, допустим. В рамках какого судопроизводства будет рассмотрено это дело? В рамках гражданского. И какая процессуальная роль будет у Анны Иоанновны судебно разбираться? В данном случае она будет истец. Но для того, чтобы разобраться в гражданском и уголовных судах, ну, еще одно мое предложение, как правило, ученикам мы даем такие. Ну, посмотрите, по крайней мере, вот эти вот передачи, посвященные тем или иным судебным разбирательствам. Ну, по уголовному судопроизводству можно посмотреть, по делам о несовершеннолетних, там часто встречаются проблемы уголовного характера у подростков, либо же связанные с проблемами имущественных споров, это в телеканале МИР, это тоже. Достаточно 2-3 передачи, чтобы уже понять, кто там кто. Истец, ответчик, где сторона защиты, где сторона обвинения, это все, опять же, достаточно легко у нас рассматривается. 23-е задание базовое, приносит 3 балла, и 23-е задание, оно связано с Конституцией Российской Федерации. И тут даются различные аспекты Конституции Российской Федерации. Для того, чтобы успешно подготовиться к этому заданию, нужно хорошо знать Конституцию Российской Федерации. Для начала хотя бы прочитать. И, соответственно, используя справочники по Конституционному праву Российской Федерации, за последние 2 года, почему за последние 2 года, потому что 1 августа 2020 года у нас в Конституции были введены новые изменения, и, соответственно, справочники должны быть именно последние, за прошлый год хотя бы, 2021 года. И, соответственно, вот всю эту характеристику там выписываем, смотрим. Это может быть, например, спрашивать социальные государства, это могут спрашивать правовые государства, это могут спрашивать федеральные государства, это все что угодно. В данном случае социальные государства. И какие там 3 подтверждения этой характеристики. Ну, во-первых, согласно Конституции у нас есть право на всеобщее образование, да? Согласно Конституции есть право на социальное обеспечение тех же пенсионеров, например, или же инвалидов, или же многодетных семей и так далее и тому подобное. Вот социальный характер здесь. Это может быть спрашивать про федеральный характер, это могут спрашивать про правовой характер, все что угодно. Поэтому здесь уже точно мы должны знать Конституцию. И обратите внимание на то, что правильное выполнение заданий не требует указания в ответе номера в соответствующей статье Конституции Российской Федерации. И вообще, должен сказать, что в сфере права нигде у вас никто с какой статьи, к какому кодексу это относится, не спрашивает. Кодекс, конечно, вы можете сказать, что гражданский кодекс рассматривается там-то, там-то, там-то. А, допустим, Конституцию здесь уже конкретной статьи приводить не надо, это у вас не требуется. Вы сдаете ЕГЭ по обществу о знании, а не по праву. И это не Олимпиада по праву. Поэтому здесь запоминать, к какой конституции относится тот, к какой разделу тот, тоже не требуется. Главное, знать основные принципы Конституции. Идем дальше. Ну, это самое любимое, в кавычках, задание у обучающихся. Это используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу определенную тему. Ну, в данном случае, тему дохода населения и социальная политика. Ну, первым, как правило, приводим, что такое понятие. В данном случае, понятие доходов населения. Соответственно, второе, это у нас идут виды доходов населения, какие они могут быть. И, соответственно, здесь мы уже можем раскрыть эти виды доходов населения. Например, ну, допустим, бюджетные или рыночные, например, доходы, денежные или натуральные доходы и так далее, и тому подобное. И не забываем, что когда раскрываем вот этот пункт, здесь нужно указать как минимум три подпункта. Но в том случае, если же у вас, например, нужно раскрыть проблему познания, виды познания у нас, допустим, или формы, или виды познания, там они могут быть у нас либо эмпирические, либо теоретические, или рациональные, эмпирические. Других тут уже никак не может быть, и поэтому тут достаточно два в данных случаях, но их очень мало. А вот, как правило, нужно приводить три, три вот этих детализаций под пункт. Следующий, соответственно, уже конкретные виды доходов, это может быть заработные проплаты, это может быть прибыль, это может быть рента и так далее. Ну, как обычно, вспоминаем тут уже еще проблемы экономики, да. Ну и четвертое, соответственно, это уже государственная социальная политика. Это пенсионное обеспечение, это система здравоохранения, это система образования, это выплаты материнского капитала, субсидии, стипендии, все, что вспомните. Тут указываете государственную вот эту социальную политику в Российской Федерации и АБВ, соответственно, приводите. Имейте в виду, это задание высокой сложности приносит 4 балла. Как готовиться к этому заданию? Опять же, по кодификатору берем примерно вот эти вот 80 всего лишь там пунктов, и каждому пункту готовим определенный план. Вот приблизительно в таком виде, который я вам назвал. Это может быть 4, это может быть 5, это может быть 6. И обратите внимание, в критериях часто иногда пишут, что если нет, допустим, 2, 3, 4 пункта, вот как в нашем случае, если у вас нет 2, 3 пункта, который я вам назвал, работу могут ли не зачесть. Вот этот момент очень важный. И здесь также требуется постоянная сноровка и тренировка. Первый вариант. Проходим определенную тему теоретическую с учителем или самостоятельно и составляем план. Второй вариант. Проходим всю теорию и как бы возвращаясь уже к проблеме повторения этой теории, составляем каждому уже пройденному теме план. Это как уже, как у вас, как говорится, какие навыки, какие умения сформировались. Поймите, это задание очень важное, 4 балла. Ну и наконец, 25 задание. 25 задание, оно достаточно сложное, это тоже высокий уровень сложности, тоже 4 балла это приносит. Обоснуйте, например, необходимость политического многообразия, многопартийности в демократическом обществе, какие политические партии действуют в Российской Федерации. Назовите любые три партии. Ну давайте навскидку назовем Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Ну допустим, новые люди еще, новые люди. И вот для каждой из них приведите по одному примеру, иллюстрирующий реализацию любой функции политической партии. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, а какие функции политических партий-то есть. Коммуникационные есть, мобилизующие есть, идеологические есть. Для себя сначала основные три функции выписываем, которые помним. Вот я сейчас сходу вспомнил эти три функции. И, соответственно, с примерами уже приводим. Например, коммуникационные. Например, члены партии Единой России Иванов выехал на встречу, допустим, с избирателями, посвященными в честь праздника 23 февраля. Ну это коммуникационно, поехало общаться. Идеологическая функция. Например, коммунистическая партия в газете «Правда» издала достаточно развернутый анализ происходящей ситуации в Казахстане, исходя из информационного принципа и коммунистической идеологии. То есть как идеология относится к согласию. Правильно? И новые люди, например, что еще я там говорю? А, мобилизующие, да? Новые люди накануне выборов выдвинули на каждому, допустим, остановки по нескольку агитаторов, которые уговаривали людей голосовать именно за эту партию, благодаря чему эта партия смогла пробиться в Государственную Думу. Вот примеры. В данном случае такие примеры. И функции в жизни общества и государства. Вот и все. И достаточно вот так вот развернуто ответить, привести функцию, привести пример, привести это связать с реальной жизнью, с реальной обстановкой. Можно с историей, можно с литературой. Но здесь уже, кстати, в 25-м задании, что интересно, здесь можете использовать свои наработки для сочинения как раз. Вот это как раз единственное задание, где требуется от вас определенный даже творческого подхода. И здесь я могу вам порекомендовать вот три разных примера привести, допустим, из истории, литературы или социальной жизни. Но если приведете все из социальной жизни, то тоже никакой ошибки нет. Просто нужно, чтобы они у вас, эти примеры, не были однотипными и были достаточно разносторонними. Если это у вас получится, то свои четыре балла вы получите. И в результате у вас получатся вот эти вот искомые 57 баллов. Так что еще раз повторяю, главное это здесь нужно тренироваться, работать над собой, тренироваться, работать над собой, решать, 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 решать. Если что где непонятно, обращаемся, естественно, своим учителям, они вам, естественно, помогут. Вот основные моменты, связанные как раз с подготовкой к ЕГЭ и структурой ЕГЭ. Спасибо большое. Хотелось бы еще узнать, в связи с тем, что сочинение убрали, изменился ли проходной балл? Проходной балл, это, как правило, составляет приемная комиссия. Приемная комиссия. Но, насколько я знаю, по обществу о знании он остался прежним, 42 балла. Какие пособия или справочники вы можете посоветовать студентам, школьникам, которые собираются сдавать ЕГЭ, помимо знаменитого Баранова, Воронцова и тому подобное? Ну, могу посоветовать Лобезникову, могу посоветовать учебники Боголюбова, могу посоветовать поиск самостоятельной информации в интернете, потому что, например, по социологическому словарю, допустим, или политологическому, допустим, энциклопедии. То есть, ищем в интернете, это может быть даже Википедия, но с Википедией, естественно, нужно быть очень осторожным, потому что, если смотреть, чтобы там была ссылка, например, ну, опять же, определение государства или общества, они уже устоявшиеся, и здесь мало что вы там сможете посмотреть. Ну, для решебников, вчера, повторяю, Лобезниковой, и, опять же, сайт ФИПИ советую, сайт ФИПИ, там тоже достаточно много заданий из открытых тестов, открытых заданий, есть задания, не прошлогодние, а лет 5-6 назад там сделанные, то есть, любую, допустим, достаточно сложную задачки можете использовать, тут ничего такого плохого, сложного нет. А возможно ли набрать как раз-таки проходной балл, не затрагивая письменную часть? Ну, надо посчитать, сколько там у нас первые 16 баллов, 16 приводит, не затрагивая письменную часть, но надо, чтобы на все 16 вопросов первой части вы ответили идеально верно, набрали хотя бы где-то 80%, тогда да, тогда сможете пройти. Ну, все-таки я советую поработать именно вот с текстом, поймите, текст это 10 баллов, плюс график, это спрос, предложение равновесной цены, это еще 3 балла. 13 разделите на 57, сколько там процентов у нас получается? Ну, пятая часть, фактически, даже больше, даже четвертая, наверное, часть получается. 4 на 13, 52, да? Вот вам, пожалуйста, 4 вопроса, даже вот эти, этого достаточно вам набрать челлендер. Плюс еще вот 16 сделаете, ну, у вас уже достаточно приличное количество баллов выйдет. Первичную вы, скорее всего, пройдете достаточно легко. Для этого надо тренироваться с текстом и тренироваться хотя бы с графиками относительно легкими. А есть ли какие-то вот именно подводные камни в решении письменных задач, помимо того, что вот вы назвали? Ну, подводные камни, они, как правило, они уже находятся в мировоззрении наших учеников, в их умениях, навыках, знаниях. Потому что, как вы видите, обратите внимание, также на решебниках, они достаточно корректны. Сейчас задания очень корректны, и они, как раз, направлены на выявление тех или иных умений, навыков, знаний именно по тому или иному модулю. Вот даже пример, вот мы привели же, многообразие многопартийности, обоснуйте необходимость. А я не обосновал, да? Об этом я забыл сказать. Многопартийность нужна для того, чтобы в стране был плюрализм политических мнений. Для того, чтобы были механизмы защиты прав человека, так как каждая политическая партия, она защищает интересы тех или иных социальных слоев. Так или иначе. Но это объективно сложилось, исторически так сложилось. Поэтому эти моменты тоже нужно проговаривать. На какие задания все-таки стоит сделать упор, если человеку до сдачи ЕГЭ осталось буквально совсем ничего? Я вот об этом уже говорил. Прежде всего текст, прежде всего 21 задание. Но в какой-то степени 22 задание, оно тоже достаточно решабельное. Ну и естественно, те модули, в которых вы достаточно сильны. Я не думаю, что человек, допустим, вообще уж ничего не знает. Ну и кто-то, например, силен в экономике, кто-то, допустим, в праве, кто-то силен в философии, кто-то в социологии. То есть сделайте упор на те модули, в которых вы на 100% знаете. Об этом я уже говорил. Берете задание, проходим быстро минут 5-10, смотрим, где какие задания, делаем пометки, которые я знаю, которые я потом подумаю, над которыми потом, может, вспомню. И решаем в первую очередь те, которые мы точно знаем. И естественно, часто получается, что многочисленные тренировки позволяют достаточно легко решить вот и эти достаточно сложные задания. То есть они уже готовы фактически. Но здесь уже как сочинениями подготовить определенные шаблоны уже не получится, потому что мы не знаем, что конкретно может попасться. Может попасться то, что вы решали, может попасться то, что не решали, но вы достаточно хорошо изучили. А вот на ваш взгляд, если человек совершенно не будет готовиться к ЕГЭ по обществу знанию, будет ли у него хоть малейший шанс сдать? Шанс есть всегда. Шанс есть всегда. Бывает так, что человек вроде ничего не знает, берет задание и как будто у него открывается шестое чувство, условно говоря. То есть руки опускать я никогда не советую. Если у вас есть хотя бы один шанс из тысяч, его надо использовать. Как говорят татары, я отопхал ганча, отопхал. Вместо того, чтобы лежать погибшим, лучше постреляй, условно говоря. Есть такое выражение. А вот на ваш взгляд, как вы думаете, стоит ли сделать общество знания как обязательный предмет для ЕГЭ? Ну, знаете, тут в принципе есть разные подходы. Я бы не являюсь сторонником общества знания как обязательный предмет, но являюсь сторонником истории как обязательный предмет. Вот здесь вот можно немножко их сопоставить как междисциплинарный. Но с другой стороны, если общество знаний и введут когда-нибудь чисто теоретически или гипотетически, да, то есть его можно разделить на две части. Простые, простые, базовые, и сложные, профильные. Базовые это для тех, кто идут, допустим, поступать в информатику, допустим, биологию, химию, то есть естественные науки. И сделать упор, опять же, по этим наукам, потому что там междисциплинарность тоже есть, проблемы науки, побольше вопросов дать. Но все равно у человека должны быть базовые знания обществоведческие. В любом случае, как бы к нему не относиться, мы живем в обществе, если мы не знаем основных закономерностей развития общества, то как можно в этом обществе жить? Естественно, мы сейчас будем попадать на одни и те же грабли и, соответственно, постоянно прошивать себе лбы. А те, которые идут на гуманитарные, ну, естественно, им можно давать уже более сложные задания. Ну, или хотя бы такого же типа, в каком сейчас существует ЕГЭ. Ну, по сути, нынешнее задание ЕГЭ – это и есть профильный уровень, потому что не все сдают. Спасибо вам большое. Это было действительно очень интересно и достаточно занимательно для как меня, как человек, который сдал общество знания, и как для людей, которые только будут его сдавать. Если вы вдруг не успели посмотреть прямой эфир, вы всегда сможете посмотреть его на YouTube-канале Универ ТВ или на канале саму, соответственно. Спасибо всем большое за внимание. Это был прямой эфир для абитуриентов. Сегодня мы говорили про ЕГЭ. И с нами разговаривал доцент кафедры исторического и общественного образования Института международных отношений, постоянный член жюри регионального этапа Федеральных Олимпиад, прошу прощения, разработчик заданий по обществу знаний для межрегиональной олимпиады Тухватуллин Айрат Халитович. Спасибо большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин